ВОУ! Ничего себе по ногам, посмотрите как его разбивает пушки. Ого-го-го! Так, хорошо головой пробивает лев опять же. Прекрасно, а не оборит динозавров и кто-нибудь. Но идите в нападение и забивайте! Прекрасно! 2-0! Да ладно, да ладно! Ребята, а сейчас прям голосуйте, кто победитель, левы или стравасы. Вот прямо сейчас можете написать, кто лучше играть в футбол. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать. С вами Родригес и мы сегодня будем играть Beast Battle Simulator. Продолжаем нашу эпопею. Сегодня у нас серия будет предназначена для того, чтобы мы сегодня посмотрели ваши комментарии, которые вы написали в прошлой серии и воплотили это в реальность. Но для начала мы немножко займемся челленджами, а потом обязательно будем выполнять ваши комментарии, друзья. Поэтому сейчас можете написать прямо вот сейчас. Сам вначале поставить лайк, если вам нравится данная игрушка и, соответственно, написать в ваш комментарий под этим видео вашу битву. Или, может быть, предложить какой-то футбол на следующей серии, может быть, какую-нибудь эпичную команду, например. А также любую битву и я выберу несколько комментариев. И, возможно, ваши комментарии попадут в следующее видео, друзья. Ну что ж, поехали. Давайте начнем с челленджа. У нас челлендж получается 12-й. Мы бились, кенгуру у нас бились против медведей. Это было просто что-то ни с чем-то, ребята. И сегодня у нас футбольный челлендж. Неужели? Дино-сокер. А, мы в прошлый раз так и не победили. Прекрасно. У нас сегодня будет замечательнее. Возможно, сегодня будем биться против динозавров. И мы должны сейчас набрать какую-нибудь команду. И, пожалуй, я даже не знаю. Давайте кого-нибудь поставим. Так, 6 тысяч долларов у нас есть, ребята. 6 тысяч долларов это очень-очень мало на самом деле. Ну, можно. А если поставлю только одних слонов? Нет, наверное, слонов не надо. Давайте поставим. А давайте попробуем поставить кого-нибудь быстрого, например. Кто у нас может быстро? Давайте Львов поставим. Например, команда Львов будет. Вот такая вот команда Львов. Вот так. Вот их будет дофигища. И здесь на воротах. Вот так, например. О, просто Львы. Просто одни Львы. 50 Львов будет биться против команды, посмотрите, отборнейшей команды динозавров. И у них Терекс стоит на воротах. Ну что ж, погнали. Давай. Жара пошла. 50 Львов. Бог. Слушай, что творят динозавры? Они сразу выбивают на сторону. Львов мячик. И посмотрите, динозавры сжирают. Львов. Терекс, ты смотри, что творит, а. Ой, ой, ой. Он прямо топчет. Он топчет. Львов так нечестно. Нельзя так опигеть. Они всех сейчас Львов сожрут. И никто не сможет забить его. Мяч, ребята. Ну, кстати, Львы еще вроде как живы немножечко. Осталось совершенно. Ай, ой, ой. Сейчас могут пробить. Могут пробить динозавры. Мне кажется, Львам вообще придется туго. Казалось бы, да, что... Оу, 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 оу. Так, Львы. Ну, Львы сражаются до последнего. Посмотрите, какая передача замечательная, а, ребята. Какая передача. Прям великолепная. Они быстрые. И... Да! Друзья, 1-0! Это просто невероятно! Я в шоке от такого... От такого нападения. Так, посмотрите-ка. Динозавры невысокие. И пользуются этим... Пользуются этим вроде как неплохо. Но Львы очень быстрые. Посмотрите, раз. Так, хорошо головой пробивает Лев. Опять же, прекрасно. Они оборят динозавров и кто-нибудь. Но идите в нападение и забивайте. Прекрасно. 2-0! Да ладно, да ладно. Львы. Ребята. Львы прирожденные футболисты. Я даже не знал этого. Оу, тираннозавр стоит на воротах. Вон в панике. Динозавры в шоке. Что творится? Команда львов их просто разрывает на мелкие кусочки. Но посмотрите. Главное сейчас, чтобы автогол может случиться. Неужели автогол? Господи. Одного льва перекупили. Вот этого льва перекупили. Он забивает свои ворота мяч. Ну серьезно. Львы прям прирожденные футболисты. Автогол, ребята. Короче, три гола. И тираннозавр. Неужели? Тираннозавр я, к сожалению, не видел. Но, по-моему, этот тираннозавр забивает автогол свои ворота. Короче, ладно. Прекрасно. Мы проходим этот челлендж. Это потрясающе. Нам нужно что нажать? Нам нужно нажать пробел. Хорошо. Мы прошли этот челлендж. Это было великолепно, ребята. Это было великолепно. Горилла Гэнга. Банда гориллов будет в Колизее. Давайте несколько челленджей пройдем и пойдем к вашим комментариям. Я думаю, что челленджи, они просто потрясающие. На самом деле очень интересные, потрясающие. И здесь можно прямо реально полюбоваться. Так, а гориллы у нас что такое? Гориллы. Ага. Они по кругу стоят. Гориллы, да? Гориллы стоят. В общем, в окружении. Нужно нам горилл сейчас выживать каким-то образом. Так, кто у нас будет выживать? Давайте посмотрим. Кто у нас будет выживать? У нас 3000 долларов. У нас 3000 долларов. Я могу, наверное, поставить, например, нет. Давайте мы поставим кого-нибудь. Ну, кто у нас может? А кто у нас давно не играл, не участвовал в таких вот интересных? Можно, конечно, полярных медведей поставить. А, давайте жирафов. Давайте жирафов. Это же будет интересно. Так, жирафы, жирафы, жирафы. Насколько они у нас, кстати, в какую цену? Угу. 125 долларов. Жирафчики у нас будут. Так, вот так мы их поставим. Вот это сейчас будет интересно. Так, гориллы, они здорово машут руками. Они просто вот очень-очень мощные, как бы боксеры такие, понимаете? Они ударники. То есть, как бы, если так можно их назвать. Так, мы в чистую сейчас расставляем. 24 жирафа, ребята, будет на нас биться против... Я, кстати, не знаю, сколько у нас там горил-то. Я что-то не могу здесь все увидеть, сколько горил. Ну, ладно, давайте, погнали. Жирафы против банды горилл. Ох ты. О-моё. Слово, вы что? Вот это они. У меня жирафы... Неужели? Жирафы всех отметили ли? Серьезно? Банда горилл выхватывает от жирафов конкретно, ребята. Вот это в колизе... Вот это колизе еще, а? Вроде бы жирафики-то они, как бы, добрые. Такие на лице, если их посмотреть, то они довольно добрые. Но на самом деле, я думал, что гориллы могут затащить, ребята. Но они, по-моему, никак, никак не выстояли. Что это такое? Меха Тирекс! Пятнадцатые челленджи Меха Тирекс! Вау! Вау! Я в шоке! Ребята, нам предстоит его убить? Нам предстоит его убить? Посмотрите, что на нем навешано. Вот это челлендж. У него тут огнеметы, лазерная установка. Короче, все, миниганы. Пушка на нем. Вау, ребята, вот это да! Вот это да! Это прикольно. Так, ну, кого же мы против него поставим тогда? Слушайте, а если я просто поставлю против него какие-нибудь, допустим, вот эти вот установки, да? Допустим, вот так вот пушки мы вот так поставим. Вот так вот, вот так вот, вот так. Давайте вот, вот тут. Так, еще на соточку что-нибудь можно взять, нет? Ну, окей. И в предводителе какого-нибудь, например, у нас за 100 баксов, кто у нас согласится выйти против такого меха Тирекса? Полярный медведь! Полярный медведь! Вот так вот. Давайте мы его оставим вот здесь, может быть, может быть, он затащен. Так, ну, смотрим. Воу! Ничего себе, по ногам! Посмотрите, как его разбивает пушки! Ого-го-го! Слушай, по-моему, по-моему, Тирекс у нас теряет, да? Теряет координации, да? И проигрывает, проигрывает пушкам. В принципе, он разнес половину. Медведь даже не успел добежать. И слава богу, я его так поставил как бы для того, чтобы... Мне, кстати, еще охота попробовать что-нибудь. Давайте попробуем с этим Тирексом что-нибудь еще. Я предлагаю, ребята, вообще прям прекрасный челлендж. Я хочу поставить против него динозавров. А может быть, давайте животных каких-нибудь. У нас здесь 10 тысяч, поэтому я предлагаю поставить, например, слона. Допустим, трех слонов. Трех слонов и вооружить их вот по полной. Давайте вот так сделаем, а? Это будет прикольно. Так, поставим на них пушки вот такие же, например, вот так на слонов, да? Так, а можно еще? О, нормально. Теперь мы вооружим их мини-ганчиками. О, боевые слоны! Три боевых слона против одного Тирекса. Кто выстоит у нас так лазеры? Мне кажется, слоны затащат, я думаю, даже втроем. Потому что здесь участвует оружие. А если оружие здесь участвует, соответственно, тут уже на животных уже, как бы, ну, я думаю, что особо... Можно поставить и каких-нибудь менее сильных животных, но должны, наверное, победить все равно, потому что есть оружие. Так, ну, еще шотганы можно, конечно же, на слонов. Я прям вот по полной сейчас трачу деньги, вот хочу прям все, все на них навесить. Так, лазеры мы поставили. Я все, ребят, поставил, абсолютно все. У нас остается еще 1600. Можно кого-нибудь еще, кстати, поставить. Например, у кого там еще, даже не знаю. Давайте жирафа вот так вот впереди поставим. Жирафа. Тоже его нарядим. Так, что на него? Пушка можно? Вот. Слушай, как она будет стрелять, интересно, если она на нем будет вот так вот висеть. Так, это интересно. Это интересно. Жирафчик, ну же. Мне кажется, животное должно затащить однозначно. Просто обязан. На жирафа, на голову, можно еще ему лазерную штучку прикрепить. Ну все, у нас получается 75 долларов еще остается. Три слона, один жираф в голове у нас будет вот такой вот против Тирекса. Полностью все в амуниции и погнали. Давайте, ребят, посмотрим. Оу, 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 оу. Жираф в голову сливает сразу же. Вот это жара, ребята, вот это жара. Все. Слушай, один слон, по-моему, выжил. Все, остальные погибли. Молниеносная схватка, ребята, молниеносная. Вот это да. Вот эта картина просто нечто, ребята. Просто нечто серьезное. Это просто вообще эпик. Это просто самый настоящий, ребята, эпик. Потому что, ну, это просто вообще. Мне очень нравится. Я думаю, тут картинку даже можно сделать на серию. Короче, очень круто. Ну, ладно, заинтриговали меня, заинтриговали. Ребята, это, кстати, вам, так скажем, для того, чтобы придумать интересные битвы. Пишите в комментариях какие-нибудь прикольные бойни, какие еще можно здесь воплотить. Ну, что ж, давайте перейдем к вашим комментам. Значит, Алексей Шкадин предлагает мегабитву. Мегабитву мы давайте выберем какую-нибудь, я даже не знаю. Может быть, мы возьмем карту. Вот, например, вот эту вот возьмем карту, да. Соответственно, он предлагает животные против динозавров. Десять крокодилов, двадцать львов, двадцать медведей, десять кенгуру, десять бегемотов, тридцать носорогов против. Один спинозавр, пять тираннозавров, сорок мелких динозавриков, десять велоцирапторов, пять стегозавров и двадцать пять трицератопсов. Вот такая вот сложная, у нас будет сложная битва, но должна быть очень-очень интересная. Я сейчас все, ребята, это расставлю, и мы вернемся. Так, друзья, ну что ж, у нас получается, посмотрите, какая интересная заруба происходит. Здесь у нас, в общем-то, один спинозавр я поставил. Вот он у нас вот, здоровенный вот этот спинозаврик у нас. Значит, тут нужно будет пять тираннозавров, я вот поставил пять тираннозавриков. Динозавров у нас здесь стоит, соответственно, потом пять, пять-пять-пять у нас, подождите, пять тираннозавров поставил. Пять стегозавров, вот они стоят. Соответственно, двадцать пять трицератопсов, короче, их очень много получилось. Они прямо вот ставятся друг от друга очень далеко, поэтому очень все, массивная армия у динозавров получается. Просто, мне кажется, они просто порвут животных. Сорок мелких динозавриков, вот они вот у нас здесь стоят. И, соответственно, десять рапторов, велоцирапторов, но я тут нашел только рапторы. У нас здесь только рапторы есть. Так, вроде бы я всех поставил, но посмотрите, вот это армия. Значит, животных здесь у нас получается десять кенгуру, тридцать носорогов. Сколько там еще львов-то у нас, подожди, двадцать львов, двадцать медведей. Потом десять бегемотов и десять крокодилов, ребят. Но армия животных заметно слабее, чем армия динозавров. Вы посмотрите, на армию динозавров надо даже в два раза, наверное, больше. Поэтому я предлагаю, тут уже заведомо известно, что они просто проиграют, мне кажется, животные. Так что, друзья, я думаю, я попытаюсь воплотить этот комментарий. Но, соответственно, Алексей, наверное, немножечко переборщил с динозаврами, я так думаю. Но, окей, давайте мы добавим хотя бы животным, я не знаю, ну, хоть двадцать слонов, что ли, будет более эпично. Я думаю, более будет эпично. По поддержке-то немножко же надо же как-то. Двадцать слонов хотя бы должны прийти на помощь нашей великой и могучей армии животных. Вот такой вот ряд слонов. И тогда, наверное, это будет более эпично сейчас у нас зрелище. Короче, армия животных против армии динозавров. Погнали! О, начинает дико лагать, ребята, начинает сразу дико лагать. Что там творится? Оу! О, боже! О, это жесть! Это просто жесть! Славны все начинают друг друга метелить. Господи, там... Вот сейчас уже, конечно, сейчас животные могут затащить. Хотя, по-моему, динозавры все равно затащат. О, боже! Жесть, ребята! Вот это лютая была схватка. Вот это люто! Динозавры все равно выиграли. Даже я добавил 20 слонов к этой патьки. Но все равно, посмотрите, сколько динозавров еще осталось живо. Короче, битва была не на жизнь, а на смерть. Моментально все разобрались. Я думаю, это настоящая схватка, настоящая бойня. Потому что, наверное, в реальной жизни было что-то подобное. Они не бились бы 2 часа. Это было бы приблизительно вот как-то так, наверное. Потому что динозавры, они очень-очень быстрые. Ну что же, идем к следующему, получается. Идем к следующему. Следующий комментарий у нас будет посвященный все футболу. Я специально выбрал под футбол. И многие, кстати, написали. Ну, ты... Правда, 2 комментария у нас получается. Просто попробуй. 50 слонов против 50 тирексов будет мясо. Рамзан говорит. 50 слонов будет и 50 тирексов. Ну, давайте попробуем. Хорошо, давайте попробуем. Это у нас будет не футбольная тематика. Давайте в дюнах все это сделаем. Значит, комментарий от Рамзан. Нам пишет. Рамзан предлагает нам, Радрис Геймс, попробуем 50 слонов против 50 тирексов будет мясо. Ну что ж, давайте попробуем. Так, выберем сейчас какую-нибудь ровную поверхность. Такую, чтобы, в принципе, в пустыне встретились. 50 слонов. Вот так вот, 50 слонов. Я бы хотел посмотреть такой футбол. Вот, допустим, да? Ну, мы футбол еще посмотрим, ребят. Посмотрим еще футбол. Так, 50 слоников я поставил. И, соответственно, 50 тирексов. Ну, мне кажется, тирексы должны затащить. Что-то у меня такое ощущение, что... Тирексы... Подождите, нет. Тирекс, 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 тирексы. Вот так вот. Ну, хотя, кто его знает, ребята? Кто его знает? 50 тирексов. Так, 27. Сейчас еще немножечко вот так вот. Вот так вот. И здесь еще вот. Слушайте, ну, армия получается прямо очень большая. Так, одного уберем, тирексика. Все, 50 тирексов против 50 слонов. Слоны, наверное, проиграют. Но, хотя, не знаю. Они тоже лютые. Они тоже очень лютые, ребята. Вот это будет бойня. Вот это будет бойня. Погнали. Это делит территорию. Тирексы нападают на милых слоников. Но слоники тоже у нас лютые. Поэтому битва идет не на жизнь, а на смерть. Тирексы... Тирексы, по-моему, всех сожрали. Ребята, тирексы всех сожрали. Конечно, да. Конечно, сожрали. Ну, а что мы ожидали? Бедные слоники. Боже мой. Бедные слоники. Как им не повезло. Вот это будет мясо. Да, действительно. Так, еще один комментарий. У нас идет... Так, коммент, коммент. Какой мне еще выбрать комментарий-то, а? Ну, ладно. Давайте мы, наверное, все в футбольную тематику пойдем, да? Сейчас мы будем делать футбол. Сейчас мы будем мутить футбольные матчи с вашими комментами. Значит, Ашот нам пишет. 11 львов против 11 страусов. Ну, он не писал, что футбол. Он просто написал 11 львов против 11 страусов. Ну, мы не будем делать битву. 11 львов против 11 страусов. Понятно, что, как бы, наверное, львы, скорее всего, победят. Ну, хотя не знаю, конечно, ребят, не знаю. Но я думаю, Ашот не расстроится, если мы его комментарии, как бы, воплотим на футбольную тематику. Давайте мы сейчас поставим вот так вот, например, 11 у нас будет львов. Так, здесь 11 львов против 11 страусов. Как мы знаем с прошлых серий, что страусы у нас жутко любят футбол. И они прекрасно пинают мяч. Поэтому, друзья, в общем-то, страусы могут затащить эту каточку. Но львы могут их перегрызть. Вот что может произойти. Так, 7 страусов впереди, остальные на ворота. Так, и так же я поставил и львов. Распределил в таком же порядке. 4 льва на воротах, 7 львов в нападении, 7 страусов в нападении. Соответственно, 4 страуса на воротах. Так, ну что ж, ребят, ну что, погнали, давайте посмотрим. Ребят, а сейчас прямо голосуйте, кто победит, львы или страусы. Вот прямо сейчас можете написать, кто победит, львы или страусы. Погнали. Кто лучше всего играет в футбол? Так, и склеснулись. Страусы со львами. Те и другие быстро бегают. Но львы, мы сегодня видели, как львы у нас любят играть в футбол. Ребята, они просто, просто прирожденные футболисты. Так, хорошо идет нападение. У нас, в принципе, пошла заруба, наверное, сразу же. Страусы чуть-чуть, по-моему, медленнее львов. Хотя посмотрите, какие у них ножище-то, а. Оу, прям чуть меня не попали мечом. Львы идут в атаку. Львы идут в атаку. И сейчас можно пробивать, да. Пробивают, ребята. Пробивают. Прекрасно. Льва затащивает. Затащивает конкретно. Так, так, так. Ой, какая заруба. В принципе, так, ну, Страусы, мне кажется, немножко уступает. Главное, чтобы автогола не было. Главное, чтобы автогола не было. Львы не простят этого момента, потому что они не прощают ошибок. Львы очень хорошо играют в футбол. Так, ну что, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. 1-0 пока в пользу львов. Оу, оу, оу. Вот это было ударище. И, и нормально. Оу, ногой пробивает через себя, по-моему, лев даже как-то так, наверное, что-то буцканул. Смотрите, Страусы не сдаются. Ребята, Страусы не сдаются. Они несутся. Тоже навстречу и сейчас можно... Да! Ты посмотри, что происходит, а. 1-1. 1-1. Лев пытался, пытался выбить мяч из своих ворот, но не получилось. Страусы, в принципе, пока ничья, ребят. Пока ничья. Сохраняется интрига. Ребята, кто выиграет, а? Львы или Страусы? Кто же выиграет? Ух ты, ух ты. Какая опасная ситуация. У ворот львов создается. Главное, ребята, Страусы, Страусы головой. Головой они еще умеют головой бить. Они, в принципе, неплохо бегают, так смешно. Кстати, все бегут такие прям потешные. Ой-ой-ой. Вот это была атака. Кто у нас там разлетается? Львы жрут Страусов. Ой-ой-ой. Какая была ситуация. Могли сейчас пробить и... Центр ворот. По центральной... Ой-ой-ой. Ребята, что творится? Я же прям даже не знаю, как мне это все дело комментировать. Потому что мяч летает то туда, то сюда. Страусы бьются изо всех сил. Один-один. Их! Опасная ситуация. Практически был гол. Львы забивают сейчас, в принципе, если еще один гол, то они уходят в лидеры. Но, посмотрите, Страусы не сдаются. Их становится все меньше и меньше. Ой-ой-ой. Какая была, ребята, атака. Практически Страусы забивают второй гол. Но все же Львы выбивают его обратно. И сейчас, походу, будет... Да! Мощнейшим ударом пробивает Лев. Хотя их осталось, по-моему, в меньшинстве. И странно, что Страусы их перебили. 2-1. Львы выходят вперед. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Что здесь у нас будет? Ну, Страусы. Прекрасно. Так, 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 так. И... Смотри, один... Вот это, по-моему, самый такой активный Страус попер вперед. Несмотря на то, что его команда умышленно... Так, а что они тут запутались? Посмотрите, три Страуса запутались в своих ногах. Его команда, в принципе, умышленно специально останавливает Львов. И... Вот это было, ребята. Сейчас, если бы забили, было бы вообще... Просто эпик. Просто эпик. Львы бьют опять в сторону ворот Страусов. И... Как хорошо пробивает Лев. Прекрасно, ребята, прекрасно. Что творится? Страусы, ну же. Ой, сейчас могли забить, как хорошо, а. Нет, Лев уходит. Ай-яй-яй-яй. Один Левушка у нас лежит на поле. Походу, травма, ребята. Травма! Воу! Что это было, ребята? И Львы, ребята, у нас затаскивают, затаскивают. Все-таки Страусы бились до последнего. Но, к сожалению, к сожалению, как-то к ним удача не улыбнулась. Все-таки более умелыми оказались Львы. Тоже, дорогие друзья, если вам нравится Биз Бэтл Симулятор, то ставьте лайки и обязательно прямо сейчас пишите комментарии в вашу битву. Прямо вот самые интересные битвы попадут в следующую серию. Вашу футбольную битву, например, или просто битву кровавую, самую мясную. Ребят, предлагайте тоже в комментариях. Соответственно, интересные комментарии я буду выставлять в следующей серии. Я буду с вами прощаться. Увидимся в следующий раз. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, приходите на стримы. Будем сейчас на прямом эфире. Закройте группу ВКонтакте, подписывайтесь ко мне в Steam в группу. Ребят, все ссылочки будут в описании. Всем счастливо, хорошего настроения и пока-пока.